Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о массовой эвакуации граждан США и вьетнамских беженцев в апреле 1975 года. Эта операция получила название «Порывистый ветер», а фотографии десятков людей, набивающихся в вертолеты, многие считают символом поражения США во Вьетнамской войне. Но давайте обо всём по порядку. В комментариях под видео вы найдёте оригинальный отчёт Корпуса морской пехоты США, а также много литературы по теме. В 1975 году Соединённые Штаты вот уже как два года не принимали активного участия во Вьетнамской войне. Процесс вывода войск начался в 1969 году и завершился в 1973. Американцы, конечно, предполагали, что режим Южного Вьетнама рано или поздно падёт. Но не ожидали, что это произойдёт настолько быстро. По оценкам разведки США, Южный Вьетнам должен был продержаться до 1976 года. Но после успешного наступления северных вьетнамцев, началась паника. Коммунисты были на пороге Сайгона уже в апреле. В столице ещё оставалось более тысячи американских граждан, а также десятки тысяч южных вьетнамцев, которые опасались репрессий со стороны коммунистов. Поток беженцев был огромен, бежали всеми возможными путями. У американцев были заранее подготовлены планы эвакуации, а у побережья Вонгтау собиралась мощная оперативная группа из более чем десятка кораблей, включая авианосцы. Этой группе предстояло обеспечивать поддержку эвакуации. Можете себе представить царивший хаос в Сайгоне, особенно после того, как аэропорт и находившиеся рядом база были несколько раз обстрелены и подверглись бомбардировке. Массовая эвакуация самолётами стала невозможна. Единственным вариантом оперативного спасения беженцев стали вертолёты. Американцы распространяли брошюры с рекомендациями по действиям гражданских в чрезвычайных ситуациях, а также указали сигнал, который будет означать начало эвакуации. Им стало сообщение, температура в Сайгоне составляет 105 градусов и растёт. После сообщения должна была заиграть рождественская песня «Белое Рождество». Утром 29 апреля после начала сигнала операция началась. Суммарно вертолётами были эвакуированы 1373 американца и 5595 вьетнамцев. Воздух буквально кишел как американскими, так и южно-вьетнамскими вертолётами. Один из интересных эпизодов произошёл с южно-вьетнамской Цесной. Её пилот майор Буанг сбросил на палубу авианосца записку. «Можете ли вы переместить этот вертолёт? Я могу приземлиться на вашей взлётно-посадочной полосе. У меня осталось топливо ещё на один час. Пожалуйста, спасите меня». Майор Буанг, жена и пятеро детей. Американцы немедленно отреагировали и начали сбрасывать вертолёты стоимостью 10 миллионов долларов за борт. Как только взлётка была очищена, майор Буанг приземлился. Поток вертолётов с беженцами был настолько большой, что они уже не помещались на палубах. Не было времени и возможности заправлять прибывшие южно-вьетнамские ракезы, и их просто сбрасывали в море. Суммарно во время операции в море было выброшено 45 ирокезов и один чинук, преимущественно южно-вьетнамских. Особого сожаления по поводу потерянных вертолётов не было, поскольку в противном случае они бы достались Северному Вьетнаму. Другие вертолёты высаживали пассажиров, а затем лётчики выпрыгивали из машин в море. Один из самых эпичных эпизодов произошёл с майором южно-вьетнамских ВВС Ба Ван Нгуеном, спасавшим свою жену и троих детей. Пилот не знал английского и просто полетел в море, наткнувшись на американский эсминец. Но чинук был слишком большим, чтобы приземлиться на корабль, поэтому Нгуен пошёл на отчаянный шаг. Он жестами объяснил, что собирается зависнуть над эсминцем и сбросить пассажиров. Задача была не из простых – если он поднимется слишком высоко, то его семья разобьётся, если слишком низко, то повредит корабль. В итоге семье и второму пилоту удалось выпрыгнуть, майор остался один. Но теперь появилась новая проблема – как спастись самому? Нгуен отводит вертолёт на безопасное расстояние, держит его буквально в метре от воды, параллельно раздеваясь, и прыгает в море. Вертолёт с грохотом упал в воду, винты начали разлетаться во все стороны. Я не знаю, почему стальные яйца пилота не утянули его на дно морское, но он смог спасти не только свою семью, но и себя. Через несколько минут его забрала лодка с эсминца. Сам Нгуен позже перебрался в Сиэтл и прожил до 2012 года. Операцию «Порывистый ветер» оценивают по-разному. Кто-то считает её образцом экстренной эвакуации тысяч людей. И действительно, суммарно удалось спасти более 50 тысяч человек. Кто-то же считает событие 29 апреля позорным бегством США и символом поражения Америки во Вьетнаме. А как к этим событиям относитесь вы?